Будут немедленно уволены и привлечены к ответственности. Такие меры применят к тем чиновникам, которых улечат в поддержке партии или кандидата. Об этом на своей официальной странице в Фейсбук написал президент Садыр Джапаров. Также глава государства добавил, что отныне все выборы будут проходить максимально чисто. О том, насколько грязными могут быть выборы в Кыргызстане, знают все. Показательным было голосование за депутатов Джукор Кукинеша в прошлом году. Год назад, 4 октября, в Кыргызстане проходили парламентские выборы. За кресло в Белом доме боролись более 2000 кандидатов из 16 партий. Еще действовала форма 2. Жалоб было много на незаконное использование административного ресурса, массовый подкуп и подвоз избирателей. Чтобы доказать, что галочка была поставлена именно за ту партию, некоторые граждане даже фотографировали бюллетени. Возле участков неизвестные подходили к избирателям и откровенно предлагали деньги. Пользователи соцсети писали, что партии применяли и новый вид контроля над подкупленными избирателями. В роли знака отличия были метки на масках различных цветов. По предварительным результатам больше голосов набрали две партии – пропрезидентская Беремдик и Микиним Кыргызстан, основной костяк которой составляли приближенные братьев Матраимовых. По итогам голосования эти две партии могли монополизировать у Куркукинеш. Беремдик заняла бы 46 мест, а Микиним Кыргызстан забрал бы 45. На обе партии 91 место, при том, что весь депкорпус состоит из 120. 7-процентный барьер преодолели еще три политобъединения, но им доставалось всего 7-8 мандатов. В ту же ночь, сразу после оглашения предварительных результатов голосования, лидеры политических партий и их сторонники вышли на митинг. Акцию протеста они проводили на главной площади и у здания Центризбиркома. Участники митинга требовали признать выборы несостоявшимися. Центризбирком аннулировал итоги выборов уже 7 октября. Однако маховик событий уже было не остановить. Вскоре в Кыргызстане сменилась власть. «Мы стараемся. Почему изменили конституцию? В конституции новая система, новая структура начала работать. Поэтому стараемся, чтобы дальнейшая ситуация не повторялась». В этом году выборы проходят по новой смешанной избирательной системе. 54 депутата, Джокур Кукинеша, избирается по пропорциональной системе, по открытым спискам кандидатов политических партий. И 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Однако граждане уже возмущены тем, что к власти вновь рвутся те же депутаты, которые были в рядах тех партий, из-за которых, собственно, и были отменены итоги прошлогодних выборов. «Некто не может сказать – ты не регистрируйся или не иди на выборы. У каждого есть конституционное право. Но наш народ должен понять – вот тот депутат вчера ходил с одной партией, а теперь с другой». «Если какая-то партия виновна в том, что не признали итоги выборов, эта партия не будет в них участвовать. Есть такая норма. Такие же правила есть и в отношении кандидатов. Однако ни одна партия или кандидат не были исключены по решению суда». Напомним, грядущие парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября. Согласно новой конституции, принятой на референдуме, Чукур-Кукинеша стоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет.